Всем привет! В эфире Континент. Меня зовут Игорь Цесарский. Сегодня у нас очередная встреча с Иосифом Розенбергом. Вы уже догадались, что это клуб здравого смысла. И мы будем говорить о финансах. Иосиф, приветствую тебя! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Игорь! И, как говорится, понеслась. Понеслась. Итак, сегодняшняя тема – это продолжение той большой глобальной темы «Время – деньги». И называется сия передача «Аварийный фонд против кризиса». И начну я с того, что вопросы от наших слушателей поступают и с большой регулярностью. Вот какие вопросы, наверное, тебе будет интересно узнать. Ну, во-первых, это говорит о том, что нас слушают. Это уже хорошо. Ну, хотелось бы, чтобы еще и слушались. А какие вот у вас, кстати, приходят наиболее часто вопросы, приходят в редакцию? Ну, наверное, тебя не сильно удивит. Это вопросы про кредитные карточки и кредитную историю. Да, да, не удивит, поскольку сегодняшние деньги интересуют всем. Деньги нужны и нужны обычно сегодня. Да. То есть ты хочешь сказать, что есть короткий путь получить кредит? Ну, этот путь известен. Это называется кредитные карты. И оказывается, в нашей стране есть возможность занять деньги, не надо стучаться к соседу без всякого залога и без проверки дохода. И этим надо пользоваться. И этим, кстати, страна пользуется уже много-много лет. Ну, вот ты говоришь в наших предыдущих передачах, я упоминал, что любые займы – это деньги под какой-то залог. А карты – это в данном случае кредитные исключения? Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Я думаю, что ни для кого не для секрет, что залог – это не всегда только деньги. Когда к вам кто-то обратился за займом, то не каждому вы дадите даже, так сказать, и десяточку. Ну, естественно. Кому-то да, кому-то нет. Это зависит от того, насколько знаешь человека, ну и прочее, прочее. Вот-вот-вот-вот в этом, как говорится, скроется ответ. Надо знать тому, кому вы доверяете на время свои деньги. Если человек надежный, вы ему деньги одолжите, а в других случаях – нет. А вы не задумывались, какой фактор доверия все-таки самый главный? Ну, я не буду гадать. Расскажи. Ну, время. Время – самый объективный фактор, который представляет человека как плательщика. и какая у вас с ним история займов и гашения долгов. Если она хорошая, то, естественно, вы человеку деньги дадите без особых, так сказать, подозрений. А если нет, то найдете причину это не сделать. Да, пожалуй, так. Так, ну, в нашем случае, когда мы обращаемся, чтобы получить деньги у банка, то он нам не друг-товарищ и даже не сосед, которого можно перехватить. Более того, банку я не знаком. Кто я? Ему. Никто. И даже теоретически. Почему банк, тем не менее, дает деньги и зачастую немалые? Вот об этом спрашивают, кстати. Потому что в нашей стране мы уже на все грабли наступили, и есть правило, по которым все это работает. Все просто. Банку даст ответ о человеке, его кредитная история. Именно кредитная история расскажет банку о вас все, что ему надо знать. Иногда даже больше, чем вы знаете о себе сами. Окей. Процесс, извини, я просто хочу уточнить. Когда речь идет о кредитных картах, очень часто люди жалуются. Вот они мне там, там ты и так далее. Друзья, процесс, связанный с кредитными карточками, стопроцентно автоматически это программа. В нее заложены все аспекты ваших финансовых шагов, как плательщика, ну и в частности, как долго вы этим пользуетесь, в каких кределах, не опаздывайте и так далее, и так далее. И вот вся эта картина суммируется, и кредитная история предоставляет банку совершенно объективную картину, кто вы есть в этом плане. И я могу честно подтвердить, вот занимаюсь с этим продуктом уже больше 30 лет, потрясающая объективная картина. И очень часто были такие ситуации, что люди считали, что они полностью представляют, где они находятся, и не совершенно такой абсолютно поверхностный анализ показывал, что в одних случаях люди себя недооценивали, а в других переоценивали. И это все вскрывало кредитную историю. А что ты имеешь в виду, когда упоминаешь о пределах пользования кредитом? Ну, как тебе сказать, в экономике есть такой очень важный фактор – pattern, то есть образец поведения. И пределы пользования – это как бы средний размер займа, с которыми данный конкретный человек чувствует себя комфортно. И в кредите он выражен совершенно такой очевидной единицей. Это называется средний лимит его кредитных карт. Ну, а что это банку дает, расскажи. Это вот к разговору о залоге. Так вот, как вы дадите деньги только тому, кого вы знаете давно, так и банк откроет кредитную карту, скорее тому, кто имеет многолетнюю успешную историю пользования кредитными картами. Более того, программа при определении размера лимита будет руководствоваться именно вот тем средним лимитом, о котором мы чуть выше говорили, который имелся у заемщика, это и является как бы его образцом поведения. Ну, хорошо, как это с залогом увязано? Ну, Ватсон, это просто. Я же говорил, что вот этот образец поведения – это очень серьезный фактор. Он консервативный фактор, а любой консервативный фактор – это плюс, он снижает риски. Так вот, банк, чтобы снизить риски, будет следовать тому образцу поведения, к которому вы привыкли. Он предоставит вам карту с тем лимитом, которым вы обычно пользуетесь и, по всей видимости, не делаете ошибок, иначе у вас была бы плохая кредитная история. Хорошо, дай пример, пожалуйста. Ну, хорошо. А из зала нам кричат «давай подробности», да. Ну, да, да, обязательно. Итак, вот смотри, мы говорили про образец поведения. Тот, кто работает в пределах, допустим, двух тысяч, банк, дав апрув на кредитную карту, он, скорее всего, даст ему две тысячи. Если вы работаете в пределах десяти тысяч, он, скорее всего, даст десять и так далее. Даже включая, когда человек имеет там кредиты 30-40 тысяч, человек может с лету получить такого же размера карту. Ну, работаете ты имеешь в виду, это траты? Ну, это вот кредитная история покажет, какими он манипулирует цифрами. У кого-то там гуляет 5 тысяч туда-обратно, у кого-то 10, у кого-то 2. Вот и все. Вот, хорошо, понятно. Ну, то есть, из этого можно сделать вывод, что для банка залогом является образец поведения заемщика. Стопроцентно, и это очень точная цифра. Очень точная цифра. Ну, давайте обратиться к видовому смыслу. Если человек многие годы, ну, скажем так, высаживал яблони, то, скорее всего, если ему предоставят яблони, он ее снова высадит и тоже будет успешен. То есть, у него есть опыт. Поэтому, если он оперировал суммами 5 тысяч и никогда не имел проблемы с платежами, то, дав ему такие же 5 тысяч, банк, очевидно, считает, что он снизил свой риск намного. Вот. Так что этим руководствуются банки при принятии решений, когда говорят речь о размере кредита. Ну, да, все выглядит красиво. А что делать тем, чей лимит на картах? Ну, допустим, 500, 1000 долларов. Как долго ждать таким людям, чтобы у них появились карты с названными тобой лимитами? 10, 20 тысяч, а то и более. Если они им нужны уже сегодня для каких-то их планов осуществления. Ты наступил на мой, как говорится, любимый мозоль. В том смысле, что, ну, пожалуй, одна из самых моих любимых поговорок. Она в разном варианте звучит, но я часто ее встречал в таком виде, что я подошел к Рэбе и спрашиваю. Рэбе, как долго ждать перемен к лучшему? На что тот ему ответил. Ну, если ждать, то долго. Есть другие поговорки, что там подлежащий камень, и так далее, и так далее, и так далее. Надо делать. И, к счастью, по данному вопросу, как говорится, есть что делать. И есть короткий путь получить достаточно, скажем, удовлетворительный результат, хороший результат. Ну, я так подозреваю, что в следующей нашей программе ты расскажешь конкретные шаги о том, как человеку, который, возможно, имел вот эти минимальные значения на картах, получить те самые 10, 20... Ну, я уже про миллионы не говорю, это отдельно, это, наверное... А не надо! Очень конфиденциально ты доложишь. Ну, я тебя правильно понял? Да-да, значит, ну, это нормальное, так сказать, поступательное движение. Сначала правила, потом технология, там, и так далее. Да. Так что в следующем эфире мы как раз об этом поговорим. А кто хотел бы по этой теме что-то почитать, пришлите свой e-mail. Я вам пришлю несколько статей по данной теме. Поверьте мне, во-первых, для вас эфир будет легче слушать, и вы будете знать. И главное, когда вы их прочтете, поделитесь со своими друзьями и приятелем. И в заключение такое напоминание по поводу субботних и частных семинаров бесплатных. И не забывайте, друзья, что сейчас самое время, когда надо себя готовить, допустим, к покупке или перефинансированию недвижимости. А это без того, чтобы ваши налоги этой цели соответствовали, это невозможно. Поэтому я предоставляю сейчас такой сервис. Это бесплатная процедура. Я делаю как бы ревью ваших налогов с тем, чтобы, когда вам надо будет постучать в дверь банку, банк, скажем, не отказал вам, потому что те цифры, которые мы указали в налоге, его не удовлетворят. Замечательно. Ну, я не зря запустил строчкой наш сайт, continent.usa.com. Там есть целая директория, посвященная Иосифу Розенбергу, его клубу. И там как раз вы найдете многие статьи, если сделаете запрос. Но, если вам сложно заниматься такого рода поисками, то всегда есть имейл. Он дается и в наших выпусках, которые в Ютубе, и в рассылках, которые мы делаем. Кстати, не забудьте подписаться и на Ютуб, и на наши рассылки. И, как в таких случаях, говорит Иосиф, и будет вам счастье. Это стопроцентно. У нас уже там библиотека набралась, что-то такое, у меня такое ощущение. Да, да, да. Сотни штатей, да. Ну, собрание сочинений не гарантирую, но томик такой серьезный можно уже издавать. Хорошо. Хорошо. До новых встреч. И вот тему мы обозначили, так что ждите, и это тоже будет. Договорились, договорились. Все. До следующей передачи. Продолжение следует.